Жизнь в палатках, походы в гору и песни у костра. В Скифе завершается патриотическая смена под названием «Застава СССР». Она была организована совместно с администрацией города для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Как заменить подросткам улицу интересным увлечением, рассказали нашей съемочной группе руководители программы. Им от 11 до 17 лет. В основном это подростки и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Можно сказать, что в Скиф они приехали на перевоспитание. Жизнь в палаточных условиях, подъем в 7 утра, зарядка, многочасовые походы в горы и тренировки. Вместо молодых вожатых ими руководят умудренные опытом наставники. Программа у нас военно-спортивная, то бишь, если до обеда, допустим, у нас идет военная дисциплина, после обеда идет у нас спортивное мероприятие. Сегодня, допустим, был веревочный городок, сейчас после обеда у нас военные мероприятия. Сейчас вот коллектив вообще, ну молодцы просто, у нас тут три взвода по возрастам, ну нормально все. У нас по три девочки в каждом взводе, все они уже коллективом, они сплотились коллективом уже. Ребята признаются, поначалу не все обрадовались, что будут жить в палатках, но потом быстро привыкли и вошли во вкус. Тем более, помимо тренировок, развлечений здесь тоже хватает. Вечерние посиделки у Костровища, мы играем на гитаре, смотрим на звездное небо и ходим в горы, в поход, тоже очень нравится. Нам очень тут интересно, у нас каждый день построение, там зарядка и так далее. Ну самое интересное, это вот как раз всякие походы в горы, бассейн, веревочные всякие туры, ну все интересно, вот все, что можно тут и насладиться и отдохнуть. Также с детьми на смене работают психологи, инструкторы по туризму. Главная цель смены – отвлечь подростков от улицы и вредных привычек, сократить времяпрепровождения в гаджетах. У нас ребята будут знакомиться с героическим прошлым нашей страны, инструкторами на отрядах или на взводах, как мы их разделили, являются ветераны боевых действий, которые с ребятами, получается, от зари до самого заката, они с ними проводят и воспитательные беседы, и тренировки, и всевозможные занятия, ну живут обыкновенной жизнью и являются вот таким прекрасным примером и служения своему отечеству, и вот такого трепетного отношения к своей родине. Программа очень полезная, считают организаторы. Помимо прочих целей им удалось показать детям, что есть разные интересные виды деятельности, которыми они могут продолжить заниматься уже в городе. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания «Двын». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова